Я захожу в кабинет Марцева, меня как бы вталкивают туда, и все уходят. Проекты Марцева могли стать чем угодно, в зависимости от того, какую цель он бы себе поставил. Он мог бы делать New York Times, мог Guardian. Там я вижу облака табачного дыма и больше ничего первоначально. Не могу пройтись по этой редакции, звезда в коридоре, звезда в туалете. То есть на каждом шагу звезды. Если это интервью, то не Иван Иванович, расскажите о ваших творческих планах. А так, как еще не бывало. Нестандартная редакция с нестандартным мышлением и с нестандартным изданием – это значит, что трэш будет всегда. Белорусская деловая газета – явление уникальное не только для независимых медиа, но и самой Беларуси. С выше полутора десятков лет печатная версия газеты еженедельно выходила в свет, чтобы каждым выпуском поднимать проблемные для общества темы. Кроме того, критически пересмысливались политические решения государства, из-за чего БДГ постоянно оказывалась под давлением со стороны властей. Однако издание, вопреки угрозам расправы, сохраняло авторитет и влияние. А журналисты, возвращенные в БДГ и затем уходившие в автономное плавание, зажигали новые медиа и делали информационное пространство в стране еще ярче и сильнее. Все это во многом происходило благодаря Петру Марцеву, идейному вдохновителю и главному редактору проекта. Для меня БДГ – это команда очень близких людей, которых, несомненно, объединил Петр Марцев. Он собрал нас всех под крышей одной редакции. Он многих из нас вырастил и сделал журналистами, потому что большинство, по-моему, нашей редакции – это были люди, которые не имели образования журналистского. Так и сам Петр, кстати, он был филологом. И для меня БДГ – это все-таки то место, где я себя чувствовала очень комфортно. Вдруг появляется Марцев и начинает подбирать, что называется, на улице действительно классных журналистов, классных людей. И с легкостью невообразимой сколачивает из нас действительно, наверное, лучшую на тот момент редакцию. У него было феноменальное чутье. Он знал, что вот именно сейчас это нужно сделать. Он знал, что именно этих людей нужно пригласить, и они сделают классную газету. Я захожу в кабинет Марцева, меня как бы вталкивают туда, и все уходят. Там я вижу облака табачного дыма и больше ничего. Первоначально, затем где-то среди этих облаков угадывается силуэт человека, который предлагает мне присесть. Дальше происходит беседа с ощущением, как будто мы давно знакомы, нарастающим таким ощущением. А мне, надо сказать, что совсем мало лет. То есть я там был абсолютно юным человеком, тогда еще лет 25, наверное, мне было. Я думаю, что сейчас начнется расспрос про то, что я делал, что я умею делать и так далее. А мы просто поговорили о жизни, после чего он пожелал мне удачи. Он сказал, что полностью доверяет моей компетенции, но я отправил работать. Мне был дан карт-бланш в очень юном возрасте, когда я, может быть, сам не был уверен в себе на все 100%. Это, конечно, характеризует его как руководителя, как менеджера, где-то как, наверное, евангелиста идеи свободы слова, свободы выражения личности. Материалы БДГ читали и обсуждали на самом верху, поскольку издание не боялось затрагивать резонансные темы, называть вещи своими именами, провоцировать дискуссии в обществе, которое к дискуссиям не привыкло. Белорусская деловая проводила собственные расследования, результаты которых вызывали гнев и ярость государственной вертикали. Кроме того, уровни фактчекинга и погружения в темы были столь высоки, что делали белорусскую деловую флагманом индустрии. И с его мнением приходилось считаться всем представителем власти. Очень серьезные, фантастические журналисты, профессиональные до нельзя. Люди, которые понимали что-то вот в этих колонках цифр, писали умные тексты, очень хорошие, могли анализировать, могли предполагать, что будет завтра, с рублем, с долларом, с белорусской экономикой. Это была очень серьезная журналистика, экстра серьезная журналистика. Знаете, очень неожиданной была реакция чиновников, когда мы задавали вопросы на пресс-конференции. То есть, когда ты задаешь вопросы и говоришь, что ты из белорусской деловой газеты, ты понимаешь, что ты человек читал твои материалы, потому что они смотрели на тебя с интересом и очень так изучающие. А вот как ты выглядишь, оказывается, автор этих материалов. БДГ – это уникальное явление, которое несравнимо ни с одним из столпов мировых медиа при всем уважении. И, наверное, это был какой-то исторический этап, вот, не только в белорусской журналистике, но и в целом в белорусском гражданском обществе, когда высказывать его требования, ожидания и комментировать ситуацию должно было именно такое издание. Противоречие БДГ было не внутреннее, противоречие БДГ было внешнее, соответственно, мы не можем назвать его противоречием БДГ. У БДГ изначально было противоречие с властью. Причем начиналось оно, насколько я помню, не на самом высоком уровне. Но вот этот антагонизм, он скорее даже этический, чем какой-то политический или еще что-то. Местами эстетический, потому что власть была крайне чувствительна к коллажам юмористическим, ироничным, которые публиковались тогда, когда уже БДГ слилась с газетой «Имя» и к другим материалам, где власть высмеивалась справедливо за какие-то свои ошибки. При этом противоречием было и то, что БДГ была обязательной, абсолютно настольной газетой каждого чиновника Беларуси, включая самых верхних. Да, мы убеждались в том, что нашу статью прочитали, порой через несколько часов, а иногда даже минут после выхода номер. Управлять таким проектом, по сути, белорусским «Нью-Йорк Таймс» мог только исключительно талантливый и неординарный человек, каким и был Петр Марцев. В ряде моментов он даже опередил свое время, поскольку и после создания БДГ придумывал новые СМИ, находил для них ниши и сформировал уникальную стилистику. Многие из его детищ набирали в Беларуси популярность задолго до того, как в стране это становилось мейнстримом. Я поняла, что Марцев неординарная личность. Я поняла, что Марцев — это человек, у которого огромное будущее в любой свободной европейской стране. Это как раз 1995 год, когда Марцев вдруг сделал необычный для всех кульбит. И, будучи владельцем и главным редактором самой серьезной деловой газеты, вдруг решил открыть газету «Имя». Газету, которая, собственно говоря, писала обо всем. О жизни, о людях, о лицах, об именах. И главное требование было, чтобы весело, легко и необычно. То есть, если это интервью, то не «Иван Иванович, расскажите о ваших творческих планах», а так, как еще не бывало. А так, чтобы это читалось. И он стал придумывать какие-то необычные вещи. И это действительно срезонировало. Был огромный скачок, действительно. И Марцев оказался на какой-то недосягаемой высоте. По сути, это была одна большая редакция из двух газет. Потому что мы могли обмениваться материалами. То, что шло не в формат, туда уходило сюда. Кто-то хотел из делового издания написать какую-нибудь билетристику и писал в имя. Кто-то из нас получал экономическую информацию, отдавал в БДГ. И это было очень эффективно. Очень. Просто это был такой прям дуплет. И обе газеты очень динамично развивались. Вот этот формат сделать звезду и журналиста, и чтобы читатель хотел к этому клубу примкнуть. Вот это был тот фокус, который, собственно, сделал газеты имя и газету имя. Потому что читатель каждую неделю берет в руки, там, в среду, да, номер. Смотрит сначала последнюю страницу. Потом открывает газету. Видит там журналистов, которых он уже знает. И он читает, и он как бы с этими журналистами проживает это все. Разумеется, власти очень остро реагировали на публикации проектов Марцева. С ростом власти, сосредоточенной в руках Лукашенко, давление на идейного вдохновителя БДГ и имени усиливалось. Ограничение же свобод в обществе как таковом приводило к неизбежному столкновению противоречий независимой прессы и тоталитарного государства. Проекты Марцева могли стать чем угодно, в зависимости от того, какую цель он бы себе поставил. Он мог бы делать New York Times, мог Guardian, Мокк, журнал Time, все что угодно. Понимаете? Проблема в том, что Марцев рассчитывал и предполагал, что он будет жить в пространстве такой медиасвободы. Но уже начиная с 96-го года, вот все эти предреферендумные и постреферендумные обстоятельства, ему уже пришлось для начала начинать где-то немножко лавировать, потом бороться за свои проекты, потом бороться за журналистов, которых начали преследовать, потом бороться за собственную свободу и собственную жизнь. Нестандартная редакция с нестандартным мышлением и с нестандартным изданием – это значит, что трэш будет всегда. Всегда. Потому что у тебя, ты даже не понимаешь иногда, на что обижается вот тот или иной чиновник. А ты думаешь, да не может быть, это же вообще самое безобидное. Я же про него писал там, что он чуть ли не людоед, и он не обижался. А тут какая-то просто мизерная история. Все это разнообразие людей, я думаю, было тем цементом, который не позволял кому-либо посягнуть на редакцию. Ее можно было развалить силовым способом, много раз пытались. Даже я знаю, что предлагали Марцеву деньги, хотя кому из независимых редакторов в Беларуси их не предлагали, под различными предлогами. А давайте мы поучаствуем, а давайте мы выкупим. Это он сам рассказывал неоднократно. Но был азарт. И вот это разнообразие людей, то, что от своего разнообразия они сами растут, как бы осознавая, что рядом с ними люди на них не похожи, наверное, это было цементирующим материалом. Это такой прообраз во многом для меня новой Беларуси, когда есть очень разные люди, и за счет этой разности потенциалов общий потенциал растет. Показательно, что даже столкнувшись с угрозой личной безопасности, Марцев делал все, чтобы защитить свои проекты, своих журналистов. При этом практически не показывал на людях тех негативных эмоций, с которыми доводилось жить 24 часа в сутки. Я знаю, что в 99-м году на него готовилось покушение, и он практически на полгода просто исчез с радаров. Несколько раз за это время мы с ним встречались. Одна из его бывших жен водила меня в кусты, натурально в кусты, где-то там в городе. А в кустах, в кустиках меня ждал Марцев. Это было как раз лето 99-го. В мае исчез Захаренко, в сентябре гончар с Красовским. А летом мы с Петей устраивали шпионские игры и встречались в кустах. Я только потом поняла, что это все было очень страшно. И все это было по-настоящему. И я понимаю, насколько, господи боже мой, насколько тяжкой была вот эта марцевская работа, борьба, все эти его попытки не просто уцелеть, а сохранить газеты. И он очень спокойно справлялся в том смысле, что никогда его подчиненные, там журналисты, они никогда по нему не видели. Вот этой какой-то истерики там. Я даже, честно сказать, не помню, чтобы у него одного случая, чтобы он какой-то глаз повысил. По-моему, такого и не было никогда. Вообще, я за жизнь не помню. Я не помню Петю, который кричит, да, или там возмущен. Он возмущается, он такой сидит, такой, бликинь, вот это, да, капец. А у него мускул не дернется на лице. Как партнер он очень хорош. Он, потому что даже если ты не знаешь выхода, он мог его найти. Увы, даже такой уникальный медиа-менеджер, как Марцев, не смог предотвратить неизбежное. В 2003-м режим Лукашенко вынудил БДГ на несколько месяцев прервать работу, а в 2006-м проект в своем первозданном виде закрылся вовсе. Запрет на печать в белорусских типографиях и распространение через Белпочту и Белсоюз Печать попросту изолировали газету от аудитории. Но мне кажется, что именно в 2003-м году, вот с этой перестановки на три месяца, несмотря на то, что потом мы вернулись, мы стали опять набирать обороты, но подорвано финансово было очень сильно наше издание, поэтому, например, мы перестали выходить в БДГ для служебного пользования, ежемесячник, который мы готовили, где были расследования. Это, на самом деле, в Беларуси было первое медиа с расследованиями. Вот. И пришлось сократить половину редакции, просто потому что финансовые дела были не очень хороши. Я просто не могу судить о том, насколько плохи они были, потому что Петр всегда решал эти проблемы сам, и у нас оставалось одно, нам нужно было работать и оставаться звездами, как он шутил. Я не могу пройтись по этой редакции, звезда в коридоре, звезда в туалете. То есть на каждом шагу звезды. Это был такой небосклон, и он пытался не заслонять его вот этими проблемами и решал их сам. Вот. Но мне кажется, что да, вот это была первая ступенька, по которой нам пришлось скатиться немножко вниз. Я помню самая жуткая фраза, которую я от него услышала, когда я поняла, что уже все. Вот теперь уже все, последний гвоздь забит, и больше журналистики в Беларуси свободной не будет до тех пор, пока существует Лукашенко. Это была фраза, сказанная Петром где-то в 2005-2006 год, когда он окончательно принял решение о закрытии белорусской деловой газеты. Он сказал, я вынужден закрыть газету, чтобы сохранить предприятие. Какое предприятие, если нет газеты? Он говорит, ну как ты не понимаешь, юрлицо. Надо, чтобы было юрлицо. Будет сайтик какой-то, попрошу кого-нибудь из девочек, из бухгалтерии, чтобы перепечатывали туда какие-нибудь новости с других ресурсов. Но мне нужно юрлицо, мне уже не до того, чтобы заниматься газетами. Я поняла, что все. Петя Марцеву нужно юрлицо для налогов, для того, чтобы не иметь проблем с какими-то силовыми экономическими структурами. Газеты ему уже не нужны, медиа ему уже не нужны. Я поняла, что ситуация настолько серьезна. Потому что если Марцев с его амбициями, с его талантами, с его возможностями, с его репутацией решил от всего отказаться, ну значит все, значит это конец. К счастью, убить идею независимой прессы, которую отстаивали и олицетворяли собой проекты Марцев, власти не удалось. Даже после смерти самого Петра БДГ, возрожденное в виде интернет-издания, продолжает существовать. Журналисты, которым белорусская деловая дала путевку в жизнь, продолжают трудиться в профессии, оставаясь верной философии, привитой Марцевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин